Кто-то из вас будет водителем, кто-то из вас будет пешеходом. И мы с вами разберем ситуации, которые гораздо часто у нас встречаются на дорогах. Роли распределены, можно приступать непосредственно к занятиям. Многие правила элементарны и знакомы ребятам, но, как говорится, повторение – мать учения. Мы сейчас проводим вот такое мероприятие профилактического характера. Напоминаем ребятам, что нужно использовать на таких транспортных средствах, какая должна быть безопасность, как вообще ребенок должен себя вести на улицах нашего города, когда выезжает на велосипеде. Вроде и знаки игрушечные, разметка довольно условная, но необходимость подобных занятий очевидна. Например, из всех ребят по правилам был экипирован только один велосипедист. Мне очень удобно. Ну, зато, наверное, безопаснее. То есть, приходилось падать-то и спасала вот эта штука? Да. Сколько раз? Ну, два. Для многих откровением стали жесты, которыми велосипедист должен указывать направление своего движения. Самое приятное то, что уроки проводятся не в душном кабинете, и ребятам это по душе. Больше нравится, наверное, на улице, потому что здесь можно играть с друзьями, отдыхать, наслаждаться чистым воздухом. Внимание к пешеходам, возрастные ограничения, использование специальной экипировки, знание дорожных знаков. Оказывается, не так это просто – на велике гонять. Я узнал, что когда велосипедист будет поворачивать, он должен рукой показать, куда поворачивать. И ночью, когда он едет по прорезьей части, он должен надеть светодиоды. Я поняла то, что когда переходит пешеход, надо всегда останавливаться. Когда 14 лет, надо только можно по дороге ездить. Отрадно, что эти профилактические занятия приносят свои плоды. В Ленинском районе с начала сезона не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия с участием велосипедиста. Мы зафиксировали преимущество!